Приветствую, мои дорогие друзья, также новые зрители канала Заброшена Россия. Мой канал рассказывает о наших российских деревнях и людях, живущих в них. И сегодня вы сможете продолжение интересной истории про гуляющие памятники в селе Знаменское Колпнянского района Орловской области. Если вы не видели первую часть, обязательно смотрите ее в описании под... Забили меня. Девочка без ручки. Я чувствую, что здесь будет сейчас очень грустная и печальная картина. Сколько трудов раньше это стоило сделать? Выпилить, все приклеить? Не верить. Ну, неужели это вот нашим детям приходит голод это все ломать? Если вы не видели первую часть, обязательно посмотрите ее в описании под этим роликом. Как всегда будет интересно, смотрите до конца. Поехали! Ну что, друзья, приехал я на следующий день, потому что вчера стемнело и уже вам было сложно заглядеть, что это за памятник. Узнали? Вообще, первый раз вижу, что памятник лайк делал. Надеюсь, никто не обидится, что так сказал. Удивительный, конечно, памятник. Нельзя мне сказать, что он гуляет по селу. На самом деле, такое ощущение, как будто он идет. Классный. Советских времен. А сейчас поговорим с местной жительницей еще. А потом, друзья, зайдя в контору и узнаем. Может быть, сельский совет на это памятник мне продаст музей. Может быть, он им не нужен. Скорее всего, не нужен, потому что его не красят. Он уже облезлый весь несколько лет. 50 лет уже здесь стоит. Как вчера сказали мне. В общем, такой вот удивительный памятник. Здрасте. Очень понравился. Не, не кусается. Да я бы купил бы, если продали. Да я что-то сейчас заехал, закрыто. А чем обед сейчас на двух? А, понял, поэтому закрыто. А так постоянно там, да? Спрошу, если продадут, правда, куплю себе в музей. А, тут стоит, нам нравится. Да, жалко? Да, я тут вот расчистила. А вы собирались, да? Нет, ну, мы туда... А, ну, понятно. Гаражи старые, от конторы больше. Все вычистили, убрали. Тут вычистили, более-менее. А то совсем заброшено было. А контора давно не работает? Давно. Года 4, наверное, 5. Не работает. Юность первого, потом, после арендовал. Они потом туда перешли. Да вот его в прошлом году вот разобрал. Вот так, где наш местный. Там батареи было, все нормально было. Его под жилой дом можно было купить. Но он договорился, как бы будет покупать. А сам все разобрал. Там были шкафы, и все было. Все бумаги повыкинул. Шкафы разобрал, суда на доски, или на что, не знаю. Ясно. Ну что, друзья. Женщина вежливо послала нас в контору. Интересно заглянуть, что там. Хорошенький домик. Даже открыто. Ух ты! Что этот увидел? Обычная картинка. Какой музыкальный центр. Раздербанили. Вообще, хороший домик. Как женщина сказала, можно было жить, если бы один местный товарищ тут все не срезал. Ух ты! Блокатик. Целый, не целый. Жалко, подгнил. Можно было музея забрать. Бывшая контора колхоза. Ух ты! Только счеты остались тут древние. В 2003 году здесь последний раз были. Ну, для Арчи вообще раздоли тут полазить. Вот такие вот дела. Ух ты! Стол хороший был. Подчас валить. Жалко, ножек нет. Я музей бы забрал себе. Даже древний календарик. А памятник все стоит. В общем, друзья, сейчас ездим в контору, поговорим с главой сельского совета. Возможно, памятник мне продадут. Хотя, один шанс из тысячи. Смотрите, какая штучка тут. За урожай. Я решился прокатиться по деревне. Заехал в отдаленный уголочек, где увидел несколько заброшенных домов. Пока кто-то не придет в контору, прогуляемся по заброшенным домам. Домики у нас, как обычно, открыты и разгромлены. Что за кабель такой? Да, здесь полы вынесли. Ну, в двенадцатом году жили. Девять лет назад. Жили, не тужили. Пойдем дальше. Здесь у нас домишко более старый. Ух ты. Вот такой диван мне нужен. Что это такое у нас? Может, сам диван найдется? Да и просела. Ух ты. Как в музее прям стоит. Мужская комнатка была. Скатерть с мобранкой. Столик красивый. Старинный. Наверное. Да, красивый столик. Интересно, ручка родная, нет? Мне кажется, лет двадцать здесь не живут уже. Здесь нет замок. Жаль. Домик старенький. Был бы интересно посмотреть. Кстати, друзья, вот такие крестики в Орловской области везде ставят на дверях. А в некоторых регионах даже не знают, зачем крестики ставят. Поэтому, друзья, очень интересно. Напишите, в какой области вы живете, ставят у вас такие крестики на дверях или нет. Обошел, друзья, сзади домика. Я сказал, что он сзади открытый. Даже вот полукруги здесь лежат отмельничные. Жалко, что они целы, иначе бы забрал. Напоминаю, друзья, если где-то знаете, что целые такие круги лежат, скажите мне, для музея мне надо. Ух ты! Старенький домик какой! Ух, всем даже до сих пор. Даже обстановочка осталась. Ух ты! Люстры! Какие годы, интересно! Иконка. Старшенье забрали. Ух ты! Старшенье красивый! Советский. Куда залез? В общем, вот такой домик. Когда ты был. Пойдем дальше. Приветствую! Здравствуйте! Ты копейку вашу видел? Не продается случайно? Нет. Ясно. На ходу до сих пор уже? Копейка? Да. Ну нет, там что-то в этом году у меня подломал. Он же с телефона крутит. А делать будете? Ремонтируйте что ли? Давайте я вам свой телефон оставлю, если надумаете. Вдруг. Я просто для музея собираю старые машины. Да, пожалуйста. Ну надумайте, звоните. А вообще, вы здесь в селе старые машины есть у кого-нибудь? Какие-то копейки москвичи старые. ГАЗ-51, что-нибудь. ЗИЛ-153 или 163. Такие старые. Ничего не осталось? Нет. Межа 56 месяц. Как кто? Иж 56. Ну мы этот... Мотоцикл? Какого года? 60. Покажется? Ну, по-другому я его сделал. Я могу ездить еще. Ничего себе. Ага. Да. В хорошем состоянии. Ну тоже надумайте себе продавать. Звоните. Вдруг надоед когда-нибудь, рано или поздно. Еще интересуют мельничные круги такие. Здесь нигде не валяются в округе. Не подались от мельницы. Вообще мельница была здесь? Была там. Вот тут. Туда и туда. Ну ладно, что-то интересное будет. Звоните. Что вы так интересовали? Ну просто нравится он мне. А? Нравится он мне. Да. Ага. Был в администрации, не хотят продавать. Нет, конечно. Чего он тут пропадает? Никто не красит его тут. Ты покрасят, пусть стоит. А давно красили вообще в последний раз? Красили давно. Сколько лет назад? Ну, да так поставили. Остало момента, да? Может потом. Жалко, гниет же. Пусть пока постоит. Пока мы живые, пусть стоит хоть нам память о Советском Союзе. Ну да. А то и так ничего не оставили. А чем его попрасили? Да, обычной краской. Торжевеет. Весной покрасим темно-серый. Вот что у нас есть фундамент? Да, мы покрасим. Ну ладно, всего хорошего. До свидания. Ну что, друзья, побывал я в администрации, поговорил с главой сельского совета. Естественно, мне в продаже отказали. Я это и сам понимаю, потому что история, конечно же, не продается. И такой памятник должен находиться всегда здесь. Ну, ничего страшного. Вот такой у нас получился фильм. Надеюсь, он вам понравился. Как всегда, делитесь своими эмоциями, впечатлениями. И если возникли вопросы, обязательно мне напишите вконтакте, в инстаграме или в одноклассниках. Все ссылки на мои аккаунты в описании под этим фильмом. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok